Выходные на проблемном участке улицы Павла Морозова уложили асфальт. Асфальтирование предполагалось провести осенью, когда грунт, уложенный после ремонта канализационного коллектора, достаточно уплотниться. Кроме того, нужно посмотреть, как скажется на состоянии основания дороги очередной сезонный подъем воды в Амуре. Однако автомобилисты, которым ежедневно приходилось ездить по проблемному участку дороги, жаловались на его плохое состояние, особенно после дожжей. Несмотря на то, что МУП «Южная» постоянно поддерживал покрытие пригодным для проезда состоянием с помощью грейдера и дорожного катка. Мэрия обратилась к ученым ДВГУ для проведения исследования просадки грунта. Использовались технологии сейсмического зондирования. Специалисты в итоге установили, что на дороге допустимо уложить асфальтобетон, но с соблюдением ряда условий. В частности, нужно ограничить проезд по этому участку большегрузного транспорта. Ремонтные работы велись преимущественно в темное время суток, когда поток машин уменьшался. МУП «Южная» продолжит следить за этим участком дороги и состоянием асфальтобетонного покрытия, заливать горячим битумом образующиеся трещины, ликвидировать проседания, вспучивания по мере их появления. Специалисты МУП «Водоканал» и ученые ДВГУПС продолжат периодически проводить исследования просадки грунта. Необходимость этого вызвана не только ожиданием паводка, но и человеческим фактором. За подробностями обратимся к нашему гостю в студии Александр Прохорец, заместителем мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Доброе утро, Александр Александрович. Доброе утро. Расскажите, полностью ли уже уложили асфальт, все ли работы закончены, и есть ли какие-то еще другие мероприятия, которые проводятся на этом участке дороги? Если мы говорим про дорожную часть, то весь асфальт, который мы планировали уложить пока, он уложен слоем 6 сантиметров. Это, как правильно абсолютно коллега заметил, накладывает определенные ограничения на движение по данному участку дороги, в частности большегрузного транспорта, поскольку 6 сантиметров – это неполно сформированная дорожная одежда в части толщины асфальта. То есть, если продолжат ездить грузовики, то вполне возможно, просадки гораздо быстрее будут идти, чем хотелось бы. А какой-то контроль будет осуществляться за движением? Да, естественно, перед проблемными участками стоят знаки, ограничивающие максимальную грузоподъемность. Инспекторы ГИБДД готовы нам помогать и контролировать на самом деле этот трафик. Что касается труб, которые рядом, это не относится к тем работам, которые будут под дорогой. Это где-то вот рядом будет? Вот эти большие трубы, которые лежат по правой стороне, если ехать в сторону южного, это именно части того будущего коллектора, который будет заведен под землю, и весь этот коллектор будет идти по правой стороне под газоном. То есть, к дороге он не будет иметь никакого отношения. Именно поэтому вот эти решения технические. А когда эти работы будут проводиться? Водоканал буквально планирует до 1 августа получить остатки труб. Как бы, ну, если осторожными быть, ну, где-то максимум до 10 августа они планируют все это получить, после чего начнется микротоннелирование. Причем ограничений движения не будет? Не будет, оно абсолютно не влияет. Стартовые котлованы и выходные, они сформированы, они находятся за пределами дороги. Там единственное, на дорогу выступает одна камера, она огорожена в районе магазина «Железяка». Ну, она, в принципе, на трафик никаким образом не влияет. Надо, чтобы горожане понимали, что технология процесса не позволяет осуществлять какие-то остановки в работе проходческого этого комплекса. Именно поэтому ждут все трубы и не начинают. То есть, его нельзя остановить и подождать там еще неделю, пока там еще две трубы, к примеру, придет. Именно поэтому вот ждем. А вот интересно, асфальт же уложили прямо на грунт, да? Он же проседает еще периодически, да, сейчас появляется? Нет. Там, где дорожная одежда была, то есть, ну, дорога-то была, и она была сделана по всем правилам, так скажем, дорожного искусства. Там, где в этом году, ну, в ходе ликвидации последствий принимались работы по засыпке просто сланцем, то есть, этот сланец был выбран, сформирована дорожная одежда и асфальт положен сверху. Но в любом случае будут новые слои асфальта, да, насколько я понимаю? Да, на данный момент, так скажем, нижний слой асфальта только уложен. Так называемый пористый асфальт, он дешевле верхнего слоя, то есть, ну, временная схема, поскольку в полном объеме будет восстановлено, когда и барьерное ограждение, и вся инфраструктура вокруг пешеходной перехода, разметка будет нарисована. То есть, там будет как минимум два слоя асфальта, ну, который должен держать нагрузку гораздо больше. Есть ли какие-то планы по срокам, когда вот все, можно сказать, все, работы на Павла Морозова завершены, полностью движение восстановлено, можно ехать, ничего не бояться, разметку нарисуют наконец-то? Сейчас мы, так скажем, на аварийных участках разметки, дороги, вернее, разметка может быть нанесена только во временном варианте, она желтого цвета. То есть, да, мы планируем как минимум восстановить пешеходные переходы во временном варианте. Ну, я не знаю, полосы постараемся тоже начертить, так скажем. Ага, а есть ли какой-то расчет, вот этот временный асфальт при том трафике, который существует на сегодняшний день, сколько он продержится? Ну, мы стараемся, так скажем, из оптимистически-пессимистического прогноза, тем не менее, исходить. Если не будут ездить грузовики, это значительно продлит срок его службы, вполне возможно, до окончания всех работ и до начала работы полностью по укладке. Но все-таки, Александр Александрович, когда закончатся работы полностью? На данный момент, на дорожной части, именно на дороге, работы закончены полностью. Единственное, это может быть на разметку. Ну, это никоим образом там на трафик тоже будет выбрано время так, чтобы максимально не мешать трафику. Нет, я думаю, что речь про то, что когда полноценный асфальт, да, будет уложен, чтобы и большие грузы могли ездить, чтобы никаких ограничений движения не было. Все-таки планируем как бы так осторожно осень выдержать и весной следующего года положить асфальт. Что касается уровня Амура, он сейчас тоже создает такие некоторые тревожности. Мы видим, что и в Амурской области уже там идет подъем уровня, да, и, возможно, все это дойдет и до Хабаровска. Если будет очередной поводок, не такой, как в 2013 году, но подъем воды, мы говорили, да, о том, что там как раз и вымывалась земля, вот под дорогой, в том числе и из-за Амура. Чем это грозит? Возможно ли из-за этого остановка работ, например? Ну, пока нас гидрологи не пугают прогнозом, то есть пока максимальный прогноз был озвучен 4 метра 30 сантиметров, то есть это, в принципе, достаточно комфортный прогноз для всего. Для работ по котловану уровень Амура на данный момент не мешает вообще, поскольку стартовые котлованы, те котлованы технологические, которые сделаны, они оборудованы шпунтом Ларсена, который не позволяет войну, то есть гидроизоляция произведена, и, помимо этого, ведется откачка грунтовых вод. То есть стоят насосы необходимые, которые весь процесс обеспечат, то есть подъем Амура до любого уровня, ну, только там, кроме пособа всемирного. Понятно. Спасибо огромное за информацию. Спасибо. Напоминаю, что в гостях был Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными оконами.